Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас я хочу прочитать для вас небольшой отрывок из моей любимой сказки, с которой я познакомилась в раннем детстве. Эту книжку мне подарил мой отец, и вы знаете, я до сих пор ее перечитываю и не могу оторваться. А в самых необычных жизненных ситуациях я чувствую себя словно героиня этой замечательной истории. Ее придумал английский писатель Лиис Кэрролл. Называется она «Алиса в стране чудес». Итак, слушайте. «Ах, милая, ты и представить себе не можешь, как я рада тебя видеть!» Нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа и подумала, что это должно быть от перца. Она была такой вспыльчивой. «Когда я буду герцогиней», — сказала она про себя, без особой травы и надежды, — «у меня в кухне совсем не будет перца. Суп без него вкусный, а от перца верно и начинают всем перечить». Алиса очень обрадовалась, что открыла новые правила. «От уксуса куксятся», — продолжала она задумчиво, «от горчицы огорчаются, от лука лукавят, от вина винятся, от сдобы добреют». «Как жалко, что об этом никто не знает. Все было бы так просто. Ели бы сдобу и добрели». Она совсем забыла о герцогине и вздрогнула, когда та сказала ей прямо в ухо. «Ты о чем-то задумалась, милочка, и не говоришь ни слова. А мораль отсюда такова... Нет, что-то не соображу, ничего, потом вспомню». «А может быть, здесь и нет никакой морали», — заметила Алиса. «Как это нет?» — возразила герцогиня. «Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти». И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совершенно не понравилось. Во-первых, герцогиня была такая безобразная, а во-вторых, ее подбородок приходился как раз на уровне Алисиного плеча. И подбородок этот был очень острый, но делать было нечего. Не могла же Алиса попросить герцогиню отодвинуться. «Игра, кажется, пошла веселее», — заметила она, чтобы как-то поддержать разговор. «Я совершенно с тобой согласна», — сказала герцогиня. «А мораль отсюда такова. Любовь, любовь, ты движешь миром». А мне казалось, что кто-то говорил, будто самое главное — «не соваться в чужие дела», — шепнула Алиса. «Так это одно и то же», — промолвила герцогиня, вонзая подбородок в Алисе на плечо. «А мораль отсюда такова. Думай о смысле, а слова придут сами». «Как она любит во всем находить мораль», — подумала Алиса. «Ты, конечно, удивляешься», — сказала герцогиня. «Почему я не обниму тебя за талию?» «Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго». «Или все же рискнуть?» «Он может и укусить», — сказала благоразумная Алиса, которая совершенно не хотела, чтобы герцогиня ее обнимала. «Совершенно верно», — согласилась герцогиня. «Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета». «Только горчица совсем не птица», — заметила Алиса. «Ты, как всегда, совершенно права», — сказала герцогиня. «Какая ясность мыслей!» «Кажется, горчица минерал», — продолжала Алиса задумчиво. «Конечно, минерал», — подтвердила герцогиня. Она готова была соглашаться со всем, что скажет Алиса. Минерал огромной, взрывчатой силы. Из нее делают мины и закладывают при подкопах. А мораль отсюда такова. Хорошая мина при плохой игре — самое главное. «Вспомнила!» — сказала вдруг Алиса, пропустившая мимо ушей последние слова герцогиня. «Вспомнила!» «Горчица — это овощ!» «Правда, на овощ она совершенно не похожа, и все-таки это овощ!» «Я совершенно с тобой согласна», — сказала герцогиня. «А мораль отсюда такова. Всякому овощу свое время!» «Или хочешь, я сформулирую это проще?» «Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной только в тех случаях, когда иначе нельзя не быть!» «Мне кажется, я бы лучше поняла, если бы записала, учтиво поговорила Алиса. А так я не очень разобралась. Это все чепуха по сравнению с тем, что я могла бы сказать, если бы захотела, — ответила польщенная герцогиня. «Пожалуйста, не беспокойтесь!» — сказала Алиса. «Да что ты! Разве это беспокойство?» — сказала герцогиня. «Дарю! Дарю тебе все, что успела сказать!» «Пустяковый подарок!» — подумала про себя Алиса. «Хорошо, что на дне рождения такие не дарят!» Однако вслух она этого сказать не рискнула. «Опять о чем ты думаешь?» — спросила герцогиня и снова вонзила свой подбородок в Алисе на плечо. «А почему бы мне и не думать?» — ответила Алиса, и ей было как-то не по себе. «А почему бы свинье не летать?» — сказала герцогиня. «А мораль!» Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидала, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева. Ну а остальное, дорогие друзья, я надеюсь, вы прочитаете сами.